Событий, ради которых стоит преодолеть 200 километров и посетить Екатеринбург немало, но определенно лидирует в этом списке Уральский открытый фестиваль российского кино. Вот уже второй год на 20 площадках столицы Урала в течение недели любой может посетить открытые сеансы конкурсной программы, большинство из которых представляют авторы или участники картин. Все смешалось в доме Аблонских. Я посмотрел около 140 картин. Если вы сейчас назовете название, я не скажу о чем. Если вы скажете о чем, я не назову название. За полтора месяца 140 картин, а тут перебор. Нет, есть достойные картины, потому что 24 картины претендовали в конкурсе. Это уровень. И в этом году программа лучше, чем в прошлом году. Красная ковровая дорожка, звезды, зрители, фотографы. Здесь все соответствует жанру кинофестиваля. Интерес вызывает и его содержательная часть. Ожидание всегда одни и те же, чтобы как можно больше было хороших картин. Слава богу, я много что не видел, поэтому в этом смысле у меня много надежды. Я считаю, что это все-таки такой масштабный фестиваль. Редко в нашем городе. На самом деле мы только сегодня случайно узнали и стало просто интересно события именно такого масштаба. Посмотреть, послушать. Особенно мне интересно завтра фильмы «Кроткая лозница» и «Аритмия Хлебникова». Среди самых ожидаемых премьер конкурсной программы – «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Жги» Кирилла Плетнева. Во вне конкурсной программы лидировала картина «Кроткая» Сергея Лозницы, которая уже успела быть номинирована в Каннах. Главную роль сыграла актриса знаменитого Екатеринбургского «Коледы театра» Василина Маковцева. Сам Николай Коляда также стал героем «Хроники». В этом фильме играет не только артист Василина Маковцева, еще играет Сергей Колесов. Он снимался много у Лозницы в двух фильмах. Играет Сергей Федоров, играет Костя Итунин, играет Антон Макушин. Играю даже я, извините, бомжа. Больше мне никого не доверили. «Надо сказать честно, я очень благодарен Валерию Семеновичу Кичину, потому что это он придумал все это. А он бывший екатеринбуржец. Вот видите, как душа лежит к Уралу. Я всегда говорю, понимаете, что любовь – это поступки. Вот если любишь родную девушку, делай что-то для нее. А это конкретное дело. Найти деньги, это же сложно, наверное. Найти деньги, привезти сюда звезд. Это замечательно, просто супер. Мы еще заткнем за поезд все эти Канны и все эти… И если год назад зрители фестиваля познакомились с якутским кино, то впервые заявил о себе башкирский кинематограф. Комедия «Изуфы с любовью» уже успела стать настоящим хитом в Башкортостане. Программа «Изуфы с любовью» Юлай Таулбаев. Мы произвели добрую картину. Это картина про нашу жизнь, про любовь. Про все, что отображает, это прекрасно. Тема фестиваля этого года «Надо больше хорошего» – строчка из песни знаменитой екатеринбуржской группы «Курара», которая стала музыкальным хедлайнером «Церемония открытия». Для многих картин формат фестиваля – единственная возможность выхода на зрителя. Авторские работы зачастую из-за недостатка финансирования вообще не попадают в прокат или же остаются незамеченными в конкуренции с Голливудом. В этой связи Уральский кинофестиваль интересен обеим сторонам – как зрителям, так и создателям фильмов.